В России снова пожары на нефтебазах. В этот раз в Краснодарском крае, в станицах Павловской и Ленинградской, загорелись резервуары с топливом, якобы после ночной атаки неизвестных беспилотников. О ней сообщили местной власти. Обломки сбитых беспилотников и вызвали пожары, еще повредили выезжку сотовой связи в Ейске. К нашему эфиру присоединяется Игорь Романенко, основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины», генерал-лейтенант. Приветствуем вас в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, Гитара. Так, давайте, Игорь Александрович, ну вот такой экскурс сделаем. Знаете, возможно, даже в процентном соотношении было-стало о системной работе сил обороны над российскими системами ПВО в оккупированном Крыму. Работа продолжается. В общем-то, с полгода, причем реализуются стратегии. В эфире вашего телеканала мы тоже мельком об этом говорили. Есть аналогия с действиями на море прошлого года. Мы видим результаты, и надо отталкиваться. С этого вы давали сейчас информацию по нанесению удара по морскому центру российскому. И мы видим, каким результатом это привело. Поэтому в этом году, несмотря на сложность ситуации на суше, тяжелых боях на отдельных направлениях, отдельная тема реализуется. Стратегия нанесения поражения военным объектам на территории временного оккупированного Крыма. Для того, чтобы такого рода действия, нанесение ударов нашим вооружениям, а здесь используются ракетные оружия, в первую очередь крылатые ракетные оружия и американские атакамсы, и крылатые ракеты Storm Shadow Scalp, и наши ударные беспилотные аппараты, баражирующие боеприпасы. То есть все-таки по совокупности у нас есть неплохой с военной точки зрения инструментарий для реализации такого рода действий. Но для того, чтобы эффективность нанесения ударов была выше, необходимо подавлять систему российскую, которая борется с нашими этими средствами нанесения ударов. Поэтому мы видим, как в течение полугода наносятся удары по этим средствам противовоздушные, а это аэродинамические цели уничтожения, и противоракетные, а это баллистические цели противника, значит, средствам нападения. Успешно? Да, потому что комплексы С-300 и С-400, более старые, модернизация С-400, не справляется в работе с баллистикой, такой, как старые американские даже ракеты Атакамсы. И поэтому заводят новый С-500 Прометей, мы снова наносим по ним удары эффективные. И то есть они видят, и это очень серьезный симптом, что семьи военнослужащих начали вывозить. Ну, флаг им в руки за семьями всех остальных, к этому они придут, к этому. Кстати, это один из факторов, когда там вот эти планы, которые Путин там таемно не дает, закрыто-не закрыто, поставляет, распространяет своих апологетов, союзников, чтобы прекращать эту войну. Понятно, что на их условиях и так далее, но сама, так сказать, деятельность, связанная с тем, что большие усилия они предлагают, прилагают. А раз это они делают, значит, это для них очень болезненно. Мы это понимаем, поэтому надо такого рода действия реализовать и в дальнейшем. И в этом наша перспектива и успех. И озвучу частично, кстати, в подтверждении ваших слов, что США не против ударов американским оружием по военным объектам в оккупированном Крыму. Об этом заявил спикер Пентагона Патрик Райдер. Тем временем спикер военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук призвал российских туристов покинуть Крым. По его данным, туризм на оккупированном полуострове выживает за счет бюджетников, то есть россиянам путевки покупают просто предприятия, на котором они работают. Однако так называемый отдых, конечно же, небезопасен, ведь в Крыму много военных объектов. Ну, а это, по сути, законные цели. Ну, что же получается, что военные вывозят свои семьи, как вы сказали, а предприятия тем временем дают путевки для того, чтобы эти просто мирные жители, эти россияне, которые отправляются в Кремль, служили живым щитом для этих военных объектов? Мы их не приглашали в Крым, никого никак, ни в каком виде. Для нас, мирные жители, это не цели. Мы соблюдаем, в отличие от россиян, международные законы ведения войны, а они, значит, свои ставят над международным законодательством, как и себя, как государство и царя Путина, значит, у них, над всем международным сообществом. Поэтому там особенно разбираться, что и как у них законодательством, что и как эти признают глубины народ или нет. Их надо информировать, они должны видеть, что может быть всякое, и всякое случается на ту война. Если у них возникают вопросы или у наших союзников, сердобольных по поводу россиян, пускай смотрят наши сводки новостные, в том числе и ваш канал, где регулярно показывается, что и как они творят в Украине. Поэтому ни иллюзий, ни жалости к врагу у нас быть не может. Мы гуманитарный подход к мирным жителям, конечно, но все остальное, значит, шаг за шагом, они должны убираться вон с нашей временно оккупированной территории. И мы делали, делаем и будем делать все, чтобы это произошло как можно быстрее. Игорь Александрович, ну я не зря начал нашу беседу со средств ПВО российского на оккупированном Крыму, потому что Крым уже давно не военно-морская база, а именно военный хаб россиян. То есть сейчас выбивать ПВО, делать дыры в защите россиян, именеба Крыма, важно. Я вот хотел именно к морской заставляющей перейти. Адмирал Алексей Нишпапа, командующий военно-морскими силами, в том же интервью Reuters сказал, что у базы в Новороссийске нет таких объектов, как в Севастополе, который служил местом хранения и загрузки крылатых ракет, используемых военными кораблями для авиаударов в Украине. Насколько я и знаю, до сих пор в Новороссийске нет возможности перезаряжать калибры, я имею в виду на корабли, а есть возможность только на подводные лодки, исправьте меня, если я ошибаюсь. Ну и вдогонку, вот как вы объясняете недавнюю Бавовну в Новороссийске, как писали местные жители, что около 30 минут фейерверки со стороны моря продолжались? Приятно с вами обсуждать вопрос, потому что задаете вы его и сами чуть ли не отвечаете. Замечательно. Поэтому в Новороссийске, и ответом, если недолго, так сказать, мыслю подрывы, в Новороссийске остаются их возможности. Они гораздо ниже по обеспечению деятельности Черноморского флота, они ниже, чем в Севастополе. И поэтому надо этот потенциал их уменьшать. Пока для нас подводные лодки это серьезные средства, которые, значит, скрыто может выходить и наносить удары. Пускай там меньшим количеством, 4, у них пусковые установки на лодку, но так или иначе это есть. То есть они загнали носителей в Азовское море и уже использовали кораблибр с этого региона, акватории, ну и Новороссийск. Наши знают, работают над тем, что те представители структуры сил обороны Украины, которые наносили удары по элементам и структурам Черноморского флота, они, я думаю, нашли уже подходы, связанные с тем, каким образом влиять и на носители в Азовском море, и на Новороссийске, и где бы они ни были, эта работа продолжается и усиливается. Поэтому здесь вопрос времени, мы об этом видим. Другой вопрос еще заключается в том, что, на мой взгляд, сейчас надо сосредоточиться всеми силами, в том числе, значит, видите, возможности есть пронесения ударов в Крыму, для того, чтобы помочь нашим сухопутным войскам в действиях на Часов-Яре, Торецка, Покровска, в том числе те средства, которые наносились, как бы, на мой взгляд, все надо переориентироваться и сосредоточить, и здесь не может это сделать генерал Сырский, хотя он сейчас на войну, главнокомандующий сил обороны, куда входят там структуры и СПУ, и ГУР, и остальные, это решение должно быть, причем очень быстрое, верховного главнокомандующего, что сосредоточить все усилия, потому что там ситуация усугубляется, и перспективы, если им будет удаваться захватывать их намеченные цели, они очень большую угрозу представляют, и поэтому все силы пока сосредоточить именно на этом, ну, там минимум, минимум или продолжать, или взять паузу в действия по Крыму. Крым от нас не уйдет, и вы посмотрите, в тех, якобы, планах, которые есть, россияне уже соглашаются, для них это почти подвиг, понимаете, такой черный, чтобы управлять Крымом уже вдвоем, а как же так, то есть, там, Крым вернулся в их гавань и все остальное, какая же была пропаганда, как у уровня и градуса высокого, что они вынуждены уже, да потому что и воду так сразу включать, что потому что не выдают, именно поэтому, потому что у нас там сильные позиции уже сейчас, и никуда они от них не уйдут, просто нам надо становиться и по остальным вопросам на сухопуте сильнее, и это произойдет, нам надо перетерпеть, не просто перетерпеть, а менять ситуацию, благодаря действиям союзникам и свою, союзникам по вооружению своя, по личному составу, военнослужащим, за лето стабилизировать ситуацию, то есть остановить их продвижение, ну, к концу года планируют декупсценные идеи в этом случае. Перебазирование боеспособных военных кораблей из временно аннексированного Крыма, насколько это перманентная ситуация, насколько необходимы усилия вооруженных сил Украины для того, чтобы поддерживать это положение вещей, вообще, есть ли намерение вернуть их туда во временно аннексированный Крым, или мы понимаем, что если их уже дальше, собственно, отодвигают от временно аннексированного полуострова, то едва ли, предположительно, они могут сколько-нибудь в ближайшее время туда вернуться, или могут? Вот этой информацией вы стратегически подчеркиваете и определяете важность соблюдения принципа постоянного воздействия на противника, особенно на слабые места. Крым в данном случае мы же видим по внешним признакам, всяким и внутренним, и внешним, их слабости в поддержании там своего потенциала. Поэтому реализуем стратегический принцип постоянного воздействия на противника, и в данном случае это реализуется территория временно оккупированного Крыма. У нас есть там более-менее приличные инструментарии, о которых мы говорили воздействуют, и мы это используем. И есть соответствующие перспективы, позитивные в дальнейших действиях, и поэтому, конечно, здесь надо наращивать усилия. Просто на текущий момент, не просто, а вот на текущий момент нам надо помочь сукопутным войскам по ситуации, которая складывается всеми ресурсами государства, для того, чтобы остановить их продвижение. И, я думаю, придет час для дальнейших действий. И иметь в виду, что им не поможет ни железная дорога с Ростова, рядом с Мариуполем, ни действия паромной переправы, которые они там меняют паром и пытаются, все равно и туда мы достаем и будем действовать, ни в конечном итоге и самого Керченского моста. Не только же для Путина он есть сакральный. У нас сакральный и не сакральный, но с памятью у нас все хорошо. Поэтому все это, вот эти вот пункты по воздействию, это дело времени и рационального выбора именно времени нанесения ударов по этим объектам с учетом наявных средств. В том же интервью Ройтерс, я сейчас вернусь к вашей позиции по сухопутью, да. Командующий ВМС в том же интервью Ройтерс Алексей Нейшпапа сказал, что Ф-16 соответствующим вооружениям могут на 100% защитить транспортный коридор для гражданской судов в Черном море. Вот если говорить о вашей позиции по восточному направлению, Донецкому, какая, на ваш взгляд, первоочередная должна быть функция у Ф-16, так, ну и в принципе у нашей авиации? Ну, во-первых, главную функцию или подход мы с вами определили. Надо сосредоточить все ресурсы государства, всех видов и структур сил обороны Украины, подчеркиваю, не вооруженных сил, а сил обороны Украины и еще выше государства на оказание помощи сухопутным войскам. Поэтому дроны, атакамсы, ударные беспилотники, баражирующие боеприпасы, сейчас бить столм, шедл. Казалось бы, дальние, несмотря на это, сосредотачивать надо на помощи, потому что там принципиальная стратегическая позиция их остановить и дальше продвигаться. Все остальное – это производная от этой ситуации. Мы уже тоже оговаривали, как мы действовали и будем действовать в Крыму. И поэтому понятно, что связано объективно. Мы опираемся на действия законов войны. Их надо плюсти. И в соответствии с ними надо организовывать боевые действия, готовить и реализовывать. Отклонение от этих законов войны – это авантюризм, который чреватый серьезными потерями и угрозой к ухудшению ситуации, которые у нас ухудшать уже абсолютно не стоит. Нам надо думать над тем, каким образом находить решение. Поэтому я вижу это в таком подходе. Все остальное найдем возможности и помогут и военно-морским силам дальше в содружестве с ГУРом Министерства обороны, с СПУ, которые в этом участвуют, и силами специальных операций. Все эти структуры специальные, они помогали, помогают и далее будут помогать военно-морским силам. И другие ресурсы. Просто не просто, а есть время, когда надо принимать решение о перераспределении своих возможностей стратегической. Это время сейчас. И надо концентрироваться, подчеркиваю, на оказании помощи на текущий момент именно в сухопытных войсках, на вот этих направлениях, где наибольшая угроза сейчас. Спасибо, Игорь Александрович, за то, что присоединились к нашему эфиру, за ваши комментарии. Игорь Романенко, основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины», генерал-лейтенант был на связи с нашей студией. Игорь Романенко, основатель благотворительного фонда «Закроем небо»